Ты все еще думаешь, что биткоин – это плохая идея? Давайте посмотрим. Цифровые подписи частично являются решением, но основная выгода теряется, если доверенное третье лицо все еще необходимо, чтобы избежать двойного расходования. Сатоши Накамото, создатель биткоина. Не существует компании под названием биткоин, не существует здания под названием биткоин, не существует даже сервера, принадлежащего биткоину, который вы можете уничтожить. Он полностью распространен по всему миру. Вот что уникально в биткоине – это впервые появившаяся возможность для любых двух людей совершать денежные транзакции онлайн без третьего лица в виде посредника. До изобретения биткоина, когда мы хотели совершить денежную транзакцию онлайн, мы вынуждены были прибегать к помощи посредника, например, PayPal, Visa, MasterCard. Мне нравится биткоин, потому что я вижу, каким он может быть дешевым. Биткоин лучше, чем валюта. Вам не нужно физически присутствовать в каком-либо месте. Транзакции больших сумм валюты могут быть крайне неудобными. Те клиенты, о которых мы говорим сейчас, предпочитают соблюдать анонимность. Технологии биткоина – ключ к этому. Более того, вы сможете создать подобную технологию, где люди будут платить адекватный процент комиссии, и она не будет иметь ничего общего с терроризмом или какими-либо видами денежного займа. Но биткоин и вещи, подобные ему, эквивалентны волшебной таблетке. В данном случае мы вступаем в абсолютно неизведанные воды. Есть ли у вас какие-либо инвестиции в биткоин? Лично у меня есть биткоины на личном телефоне, на мобильном телефоне, у меня есть биткоины на личном счете. Для меня это очень важно. Это очень, очень, очень важно. Потому что то, о чем мы говорим сейчас, следующие 3-5 лет будет иметь невероятную ценность на рынке. Это второе золото, правильно? Ценность золота, которое вошло в экономику в виде 9 триллионов долларов, сейчас составляет 1300 долларов, что равняется 100-250 долларов по рыночной стоимости. А вся разница между этими суммами пропадает, просто потому что мы решили, что это стоит 1300 долларов. Но угадай что? Я могу делать то же самое с биткоином, и я могу это делать без какого-либо контроля правительства. Это используется везде, где вы только можете представить. Россия, Иран, Ирак, Египт, Венесуэла, Аргентина. Везде, где существует финансовое давление. Везде, где люди хотят защитить свои активы. И только после этого, возможно, это превратится в стабильную платежную систему. Я все еще прогнозирую, что стоимость биткоина будет 10 тысяч долларов за один биткоин через три года. Это спасительное средство против текущей официальной валюты. Это новый способ совершать денежные транзакции по всему миру. Более эффективный способ. И биткоин создал целую инфраструктуру. Много, много компаний получили огромную выгоду и сохранили ее. И эти компании создали почву для новой культуры и новом способе мышления. Биткоин рос до тысячи, двух тысяч, пяти тысяч, десяти тысяч долларов. Рик Фок, финансовый эксперт-аналитик предсказал, что биткоин займет позицию между одним и десятью процентами от мирового рыночного финансового оборота, что равняется от 100 тысяч до 1 миллиона долларов за один биткоин. Большинство людей, которые придерживаются стратегии не покупать биткоин, сегодня начнут его покупать, когда его стоимость перейдет планку в тысячу долларов. И это будет великолепная возможность заработать на людях, которые начнут его покупать, когда он будет стоить 10 тысяч долларов. Валюта будущего или просто платежная система, которая развивается? Бинго! Это платежная система. Она использует шифрование блокчейн. Я думаю, что биткоин или система шифрования блокчейн имеет большую способность привести большинство населения Земли к нищете, чем что-либо мы видели. С другой стороны, это дешевая платежная система. Но что более важно, система шифрования блокчейн – это цифровая система передачи собственности. И это абсолютно очевидно каждому. Биткоин – это что-то, чем вы заинтересованы и то, что вы поддерживаете. Фактически, кто угодно может заплатить за галактический тур до Луны и обратно с помощью биткоина. Я думаю, Вин Калвас сказал, что он может сделать именно это. Действительно ли это тот тип валюты, который будет работать в конечном итоге? Я думаю, это уже работает. И возможно, в будущем будет другая подобная валюта, которая будет работать даже лучше. Но в данный момент вокруг биткоина развернута огромная индустрия. Кому-то везет, и он зарабатывает на биткоине. Кому-то нет, и он теряет деньги из-за биткоина. Люди не знают. Это можно протестировать, если каждый вернется в прошлое и купит один биткоин. Не нужно слишком много, одного будет достаточно. И если каждый человек в мире вернется в прошлое за одним биткоином, ценность биткоина будет равняться одному миллиону долларов. И если биткоин будет стоить один миллион долларов, люди по всему миру станут сумасшедшими, и каждый будет пытаться в этом участвовать. И остальные цифровые валюты будут серой тенью по сравнению с биткоином. Так что, по моему мнению, для очень многих людей непонятно, почему именно биткоин. Они пытаются понять, биткоин? Возможно. Не слишком ли это дорого? Где я могу найти другой способ? Я лучше вложусь в что-то еще. Но я думаю, что вы должны остановиться на данной мысли, представить еще раз про прошлое, где биткоин будет наилучшей возможностью в будущем. Нужен ли биткоин лишь для того, чтобы проворачивать нелегальные сделки в темной стороне интернета? Нет, не только для этого. Я думаю, что определенно из-за того, что биткоин позволяет совершать, такие сделки происходят. Но на текущий момент у нас есть Microsoft, Dell, у нас есть собственный объединенный путь Unitecras, тысячи торговых организаций, которые принимают биткоин. И я думаю, в будущем мы сможем не только совершать платежи, но и видеть много установленных связей между аккаунтами по всему миру. Мы сможем увидеть тысячи майкротранзакций, что было невозможно ранее. Биткоин — это не только для нелегальной торговли в теневой сети интернет. Это будущее нашей коммерческой сферы. Я думаю, он будет расти и увеличиваться в цене со временем, просто потому что использование технологий будет расти. И, соответственно, использование биткоина будет расти, как и его ценность. Биткоин — это интернет-валюта, появляющаяся и исчезающая, управляемая участниками изнутри. Это идеальное решение для майна Enigma. Биткоин — это интернет-валюта, появляющаяся и исчезающая, управляемая участниками изнутри. Это идеальное решение для майна Enigma. Начни инвестировать. Спасибо за просмотр. Подпишись.